В Магадане провели публичные слушания по бюджету. В Малом зале Муниципального центра культуры обсуждались различные параметры финансового документа на 2022 год. При этом бюджетное прогнозирование имеет горизонт до 2024 года. Бюджет социально ориентированный, основные акценты денежных трат – образование, физическая культура, благоустройство и городская среда. Несмотря на экономическую турбулентность из-за пандемии, мэр города отметил, что 2021 год заканчивается по доходам бюджета неплохо. В этом году существенно была погашена кредиторская задолженность. Достигнуть этого позволил и рост налоговых поступлений. Эксперты объясняют это тем, что многие предприниматели научились успешно справляться с проблемами из-за пандемии. В течение настоящего года в экономике отмечается рост, в том числе восстановительный до значений 2019 года, большинства социально-экономических показателей. В ходе слушаний были учтены все основные расходы. Доходная составляющая была оценена позитивно, но размер бюджета в 7,2 миллиарда рублей является неокончательным. Появятся различные межбюджетные трансферты, целевые деньги на реализацию различных мероприятий. И я надеюсь, что бюджет 2022 года, он как минимум повторит параметры бюджета 2021 года. Мэр Магадана Юрий Гришан встретился с коллективом теплосети, обсудили производственные вопросы. Городоначальник поблагодарил сотрудников за своевременное начало отопительного сезона. За лето специалисты поменяли трубы, сделали это в срок, отметил Юрий Гришан. Если происходит какая-либо авария, работники устраняют её своевременно. «Нам важен каждый человек», – отметил глава муниципалитета, особенно во время пандемии. «Мы от гриппа вас прививаем всех. Есть там закон федеральный, на коммунальщиков распространяется, вы относитесь к депритированным группам и вы обязаны быть привиты. Почему это сделано федеральным законом? Потому что если вас не будет, мы замёрзнем. Вот COVID-19, он в такой же степени опасен, как и грипп, как у РВИ и все другие заболевания». На данный момент вакцинированы чуть больше 60% коллектива. Это уверяют специалисты. Низкий показатель. Юрий Гришан отметил, что все вакцины в наличии. Вакцинироваться нужно, ведь прививка защитит от тяжёлого течения болезни. «Заболевание тяжёлое, бьёт каждого человека, если заболеешь там, где у него есть проскоки в здоровье. Плюс этот вирус очень любит нервную систему, последствия длительные, на головной мозг, и на спину, и на всё, что хочешь. Естественно, лёгкие страдают. В первую очередь». Привиться должно минимум 80%. Когда создастся коллективный иммунитет, болезнь отступит, уверяют медики. За последние сутки на Коломе выявили более 30 случаев коронавирусной инфекции. В магаданских школах прошёл день памяти неизвестного солдата. Этот праздник учреждён совсем недавно и отмечается в канун 80-й годовщины начала контрнаступательной операции под Москвой в 1941 году. «Ошибёшься, глуп тогда ты не хитёр. Коль нарвёшься, то какой же ты сапёр чуткость пальцев. Мне терпенье не занять, словно в танце. Смерть позволь тебя обнять». «Сегодняшняя наша беседа со старшеклассниками, она посвящена Дню неизвестного солдата. «Подвиг твой бессмертен, имя твое неизвестно», гласит известное высказывание. Но несмотря на то, что многие солдаты полегли, будучи безвестными на полях сражений, подвиг их действительно бессмертен. И мы должны на лучших образцах героизма воспитывать нашу молодёжь». Магаданским школьникам было показано оружие, каким пользовались солдаты во время боевых действий. Школьники могли не только увидеть оружие, но и узнать все особенности и минусы конкретных моделей. «Немецкий карабин Маузера. По виду не сильно он отличается от нашей конструкции. Тоже имеет скользящий затвор, так же самое имеет магазин, куда закладываются пять патронов. Именно это оружие в Германии считалось одной из самых рентабельных, востребованных и качественных оружий». Также беседу со школьниками провёл капитан второго ранга запаса Алексей Попов, который поделился с ними историей начала своей службы. Она начиналась в танковых войсках. В должности – старший механик-водитель. А заканчивал службу в пограничных войсках в звании капитана второго ранга. «Откуда он появился, откуда корни идут этого праздника. И вообще, как страна наша во время той же Великой Отечественной войны вставала, поднималась в едином порыве на защиту своей родины. Как говорится, в нашей стране не бывает беженцев. Когда случаются тяжёлые времена, наш народ не бежит куда-то спасаться. Наш народ идёт в военкомат». Легко ли заливать каток на стадионе? Как выяснилось, это не такое простое дело. Подготовка ледяного поля занимает около месяца. Своё влияние на процесс оказывает и переменчивая колымская погода. «Снежное, а не снежное. Если снег, когда заливать? Сегодня залил, завтра засыпало. Целый день его очистишь. Потом опять заливать. Поля неровная у нас, яйцеобразная. То есть пока вода вся убегает туда. Стараешься, проливаешь, потихонечку проходишься разок. Она прихватывает. Потом вот смотришь, где вот, видишь, выравниваешь потихоньку. Где вода стоит, где не бежит». После наращивания ледяной базы финишное покрытие будут шлифовать уже не вручную, а спецтехникой – водополивочной машиной. «Каждый год у нас прокат коньков стоит 100 рублей в час. И 100 рублей билет на вход на каток – это на неограниченное время. Остальные катки бесплатные. То есть катки в школах и на центральной площади бесплатные». Время работы катка на Магаданской площади без ограничений. Катки при школах будут открыты по расписанию, утверждаемому руководством образовательных учреждений. На городском стадионе и на промышленном проезде катки будут работать в выходные дни с 12 до 20 часов, в рабочие – с 16 до 20 часов. Олег Дудник, Олег Калугин, Владимир Корсунский. Специально для Вечернего Магадана. Участники крестного хода «Святая Русь» завершили свое путешествие. Организовано оно Всероссийским обществом инвалидов. Посвятили свой поход 130-летию путешествия на восток цесаревича Николая Александровича. Паломники проследовали по тому же маршруту, по которому шел юный князь. Они встречались с людьми, проводили молебны, круглые столы. По словам участников хода, им было важно посетить храмы. А пути цесаревича узнали из дневника самого Николая Александровича, который паломникам подарил. Крестный ход «Святая Русь» уже на протяжении пяти лет идет с Магаданской иконой Божьей Матери. Паломники рассказывают, что знали человека, которому Божья Матерь явилась. Александр Борисович, магаданец, вот он рассказывал, что в 89-м году, 9 августа, он на работе, молодой еще человек, некрещеный, вдруг почувствовал, вот говорит, чувство, у меня пришло такое покаянное, и вызвали ему скорую. Чуть в обморок не упал. Что-то влечет меня посмотреть на небо, я смотрю на небо и вижу Богородицу. Священнослужители объяснили магаданцу, что это было явление Божьей Матери с призывом к покаянию в грехах. После и была написана икона. Хранят ее в Покровском женском монастыре. Магаданская епархия совместно с обществом инвалидов проводит встречи на Пасху, Рождество и другие церковные праздники. Вместе читают молитвы. Священнослужители рассказывают, что часто люди приходят к Богу после какой-либо трагедии. Духовные силы нужны для того, чтобы перебороть те обстоятельства жизненные, которые оказались инвалиды. Кто-то потерял руку, кто-то ногу, еще какие-либо увечья. Но когда человек обретает подлинный смысл жизни, обретает веру в Бога, то все эти проблемы, жизненные трудности преодолеваются намного легче. Все трудности в этом мире временные. Ведь душа человека вечно, отметил отец Антоний. Участники крестного хода рассказывают, что их одна из целей – посетить как можно больше святых мест. Реализовали крестный ход с помощью благотворительности. Каждый желающий мог пожертвовать деньги на путешествие. Всех послушайте, когда нас брат Василий... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин